На днях дорожная разметка в районе поворота на Эрсакон стала темой выездной встречи с участием общественников, автоинспекторов и представителей Автодора и Упердора, которые обслуживают на данном участке федеральную и региональную трассы. Насколько обоснованы претензии водителей, есть ли возможность внести какие-то изменения, выяснял Артур Мкце. Около года назад репортеры Вестей уже рассказывали о неправильно нанесенной на этом участке дорожной разметке, из-за чего водители, съезжая с федеральной трассы на Эрсакон, оказывались на полосе встречного движения, после чего были вынуждены пересекать сплошную линию и попадали на заметку районным полицейским. Как позже удалось установить в региональной госавтоинспекции, ошибка дорожных служб при нанесении разметки привела к большому количеству невольных нарушителей. И вот новое разбирательство уже с участием регионального народного фронта, полицейских, а также организаций, отвечающих за соответствие дорожных знаков и разметок ранее утвержденным картам. Здесь действительно неправильно нанесена дорожная разметка. Мы считаем, что на трассе Р-217 сильно заблаговременно начинается прерывистая линия, ее нужно чуть-чуть сократить и обозначить обязательно стрелками направление движения уже вот в примыкающей трассе. То есть вот на этих полосах куда нельзя ехать, для водителя должна направлена стрелка быть на него. По мнению представителей обслуживающих трассы организаций ничего менять не стоит. Кому надо, и так все поймет. В то же время автоинспекторы, ранее обжегшиеся на неправильной разметке, и общественники выступали за более детальное информирование водителей, кому куда можно ехать. В этот момент проезжавший мимо большегрузный автомобиль продемонстрировал идеальный способ поворота на сложном участке. Но, как показывает практика, на этом перекрестке далеко не каждый водитель легковушки способен, не нарушая правила разметки, совершить подобный маневр. Что уж говорить о грузовом транспорте. Второй пункт претензий автомобилистов, которые они озвучили через Народный фронт – ошибки в информационных знаках, указывающих расстояние до населенных пунктов. В Черкесск-Лермонтов, примыкающая дорога к трассе Р-217, это выезд из села Чапаевское на трассу Р-217, там указано, что до Невиномыска 64 километра. Мы проезжаем буквально километр, и висит уже правильный знак на федеральной трассе Р-217 – 33 километра. И изюминкой является, мы проезжаем уже пару десятков километров, вот здесь, где мы находимся сейчас, на этом перекрестке, до Невиномыска опять 51 километр. У сторон уже имеется общее понимание решения некоторых вопросов, в частности указания направляющих стрелок и информационных знаков расстояния до населенных пунктов. По другим, возможно, дискуссии будут продолжены. В конечном итоге самое важное, чтобы водителям транспортных средств были понятны все внесенные изменения. Артур Макцей, Сламурумов, Вести, Карачаев, Черкесия.